В этом моменте, сегодня, надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе и планирующими бомбами, но так больше нельзя. Мой родной город, город Шебекина, сегодня разбомбили вооруженные силы. Вооруженные силы Российской Федерации. Город эвакуируется, идет мафирный артобстрел. Показывайте, что это не Шемякино, это Шебекина. Идут бои. Жители Шебекина или Белгородской области, Брянской области. Явно просматривается отникающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякина идет интенсивные обстрелы. Вот. Да. А? Шмякино. Шмякино, да. Это не Шемякино, это Шебекина. Душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе и планирующими бомбами. Жители Шебекина. Сейчас вроде Шемякино идет интенсивные обстрелы. А? Шмякино. Шмякино, да. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это правильно. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Приграничный с Украиной город Шебекина этой ночью был обстрелян из-за реактивных систем залпового огня «Град». Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Шебекине повреждены крыши домов, автомобили, разрушены магазины, ранены четыре человека. Местные жители выкладывают в соцсети видео с последствиями атаки. Накрыло просто весь центр города. Сгоревшие автомобили, поврежденные дома. Вон как раз, где наши окна, самое большее пришлось. Губернатор Белгородской области Гладков пишет, цитирую, ситуация в Шебекине ухудшается. И из региона начинают эвакуировать детей. Установительные работы начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро. Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей в Шебекинский и Градонский округ. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Это не первый за сутки обстрел Шебекинского округа. В российских провоенных телеграм-каналах пишут, что, цитирую, массированные обстрелы Шебекина не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас вроде Шемякино идет интенсивные обстрелы. А? Шмякино. Шмякино, да. Накануне днем в результате обстрела три снаряда попали в санаторий, в котором находился пункт временного размещения эвакуированных из окрестных сел жителей. Как сообщил глава региона Гладков, погиб охранник. Еще два человека находятся в реанимации. Гладков тоже называет обстрелы массированными. Он утверждает, что, например, в Белгородском районе за понедельник зафиксировано 20 прилетов, а Шебекинский городской округ был обстрелен 155 раз. В этом моменте, вот сегодня, надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Мы, легион свободы России, сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайверов, это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших сотратников. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий-белый флаг свободы. Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса снова вину в бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Шебекина. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями. Ну а в Краснодарском крае ночью горел Афибский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил также глава региона Вениамин Кондратьев. Там горела одна из установок по перегонке мазута. И Кондратьев пишет о прилете по НПЗ беспилотника. Телеграм-каналы при этом публикуют видео, как утверждается, пожара на заводе. Только это, беспилотник в НПЗ. Тоже, ах, я тут полыхаю. Я видел? Атака произошла около трех часов ночи. По словам губернатора, огонь на заводе распространился на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Российские телеграм-каналы со ссылкой на слова очевидцев пишут, что мощный взрыв слышали за несколько километров. Афибский НПЗ находится более чем в 350 километрах от линии фронта в Украине. Это чуть дальше, чем соседний Ильский НПЗ, который несколько раз в последние недели подвергался атакам беспилотников. И в этих атаках российские власти обвиняли Украину. После удара беспилотных летательных аппаратов по Москве и под Москвой возникает два вопроса. Может ли это повториться? И второй вопрос, что же делать, в конце концов, в таком случае? Ну а теперь о реакции на атаку других российских официальных лиц. Народ беспилотниками на Москву. Вчера комментировал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он, как и Путин, назвал произошедшее террористической атакой. Киевский режим осуществил террористическую акцию в московском регионе. Отмечу по гражданским объектам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены. В Москве 3 беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, отклонились от намеченных целей. Еще 5 сбитых в Подмосковье зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцир». Вот как вчера писали в российском твиттере, когда беспилотники летят на украинские города, российские чиновники и Путин тоже называют это специальной военной операцией. Но когда беспилотники атакуют Москву, то это называют террористической атакой. Однако Шойгу, говоря о том, что все дроны были поражены, если не врет, то как минимум опровергает другого российского чиновника. Ведь первым, кто сообщил об атаке беспилотников на Москву, был мэр города Сергей Собянин. И он не говорил о том, что все беспилотники были сбиты, потому что действительно несколько домов в Москве оказались этими беспилотниками повреждены. Ну а что еще известно о дронах, которыми атаковали Москву, и как они могли вообще долететь до российской столицы? Ольга Бешлей расскажет. Возможные характеристики атаковавших Москву дронов привел руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин. Это сын политика, бывшего главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Вот что он написал в своем телеграм-канале. Для атаки на Москву использованы ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «Утка», такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Силовая установка с двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла не менее 4 метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 километров. Стоимость можно оценить в сумму от 30 до 200 тысяч долларов каждого аппарата. Американский военный аналитик, научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли в своем твиттере тоже написал, что атаковавшие Москву дроны выглядят так же, как беспилотники, которые использовались при атаке на Краснодар 26 мая. Много версий появилось в российской прессе о маршрутах дронов. В российском журнале «Военное дело» предположили, что беспилотники летели на Москву с Калужского направления. От границ Сумской и Черниговской областей до Москвы менее 500 километров. Эксперты журнала считают, что дроны могли вылететь оттуда. Тогда беспилотники должны были пересечь Курскую или Брянскую область, а также Калужскую или Тульскую области. В российском государственном агентстве РИА Новости эксперты назвали маршрут из Харькова. В этом случае дроны должны были пересечь Белгородскую, Курскую, Орловскую, Калужскую или Тульскую область. Есть и версия, что беспилотники прилетели прямо из Киева. Российское издание РБК поговорило с основателем портала «Милитари Раша» Дмитрием Корневым. Вот его предположение. Из района Киева шли на север, северо-восток, а потом зашли на Москву с запада, чтобы идти ниже уровня радарного обзора систем противовоздушной обороны. И еще в российских государственных СМИ расходится версия, что атака была совершена диверсантами с территории России. Об этом, к примеру, говорит заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Но критики этой версии сомневаются, что из Подмосковья или, например, Тульской области можно незаметно запустить такое количество летательных аппаратов. Мы понимаем, что сейчас там, с той стороны, на полном серьезе НАТО с нами будет воевать. Будет. Оно воевает на полном серьезе. А ты что, вчера этого не слышал? Я стоял здесь и говорил о том, что было. О том, как вы страну отдали. Не надо. Как вы базы вывели. Субтитры создавал DimaTorzok